Слышу голос из прекрасного далёка, Голос утренней в серебряной росе. Ну слушай тогда. Она была выкопана дебильная. Я ему плюс перебинаю. В общем мы поняли, мои особые, как их назвать, мои особые выражения, не совсем научные, скорее антинаучные. Скорее всего они идиоматические. Они постепенно овладевают массами. Но что здесь получилось? Я ещё пока нет такой авторитет, то есть сажать на бугор надо было, но тем не менее, человек ещё не был готов. А что дальше? Вот видите, точки пошли. А вы уже сами знаете, что там дальше после этого было. Следующее письмо. Здравствуйте, моя дача в Северном Подмосковье, на 124 в Северном Москве. Есть идея посадить абрикос. В принципе, я отрезвую оценю возможности климата. Да я же там был, прекрасный климат. Так, для этого он очень уж соблазняет, уверение в том, что вывели зимостойки и моростойки сорта абрикоса, подходящие для моих условий. Так, сразу скажу, это всё-таки нудная лекция. Моростойки и абрикосы выведены, это 100%. Вы же слушаете лекцию из Сибири. Вам такие морозы не снились. И главное, что они не только крутые, но они ещё и продолжительные. Так вот, а зимостойки – это широкое понятие. Знаете, что такое на юге? Посреди зимы раз плюс 10, плюс 15. Я вспоминаю случай, когда в Белоруссии в январе-феврале грибы собирали. Вот вернулось тепло и всё. И вот, получается, проснулись, потом мороз, потом раз и нет. Вот, поэтому слово зимостойки, оно действительно горькое слово. И для Москвы ничего пока зимостойкого из того, что есть, я особо не заметил. Вот, и даже то, что, помните, мы смотрели это. Наверное, зимостойки, наверное, несколько лет прожил. Вспоминайте фотографии прошлого вебинара. Вот, там мёртвый стоял дерево в монастыре. Ну, а чего же мне быть-то мёртвым? Какая, к чёрту, зимостойкость, если его изувечили? Сразу ещё буду за все вебинары, если ему несколько лет продержусь ещё. Вы от меня сотни раз услышите. Каждая рана, тем более на кольцо, тем более на кольцо, снижает мордостойкость на десятые доли градусов, на градусы и на десятки раз. И приходит весна, и они мёртвые, как то фото, что показывали. Изувечили всё дерево, а сорта мог быть и зимостойким. Ладно, пошли дальше. Так ли это? Если да, то посоветуйте конкретные сорта. Сейчас дойдём. То, что нужно защищать коробом ствол, эту привань, я поняла. По-моему, огурцов... Мой друг с этого... Такую фотографию я видел. По-моему, огурцов... По-моему, это было... Извини, если... Автор... В общем, это было в Кемерской области. Такую фотографию мне прислали. Смущают ещё майские заморозки и ранние цветения абрикоса. Конечно, смущают. Вот это и есть та самая зимостойкость, что тепло, а он ещё не светёт. Пока он зацвёл, прошли заморозки. В общем, пойдём дальше. Вот, хочется узнать. Есть ли жизнь у абрикоса? Вот. Есть ли жизнь на Марсе? В моих условиях. Потому что потерять дерево, скажем, через 5-6 лет не хотелось бы. Ну, в общем... Да, серьёзная заявка. Для ретира. Ни вишни, ни вишни у меня не плодоносят, скорее выживают, чем растут. И вот... А, и с уважением, Павел. Дело в том, что Павел Троценко — это мой адвокат в мире интернета. Почему? Потому что он меня оберегает от этой грязи. У нас по статистике каждый десятый — это статистика научная, учёная, официальная. Каждый десятый — это тихая шизофрения. И я сразу скажу, ребята, я не должен... Меня просто выручает Павел в этом плане. Почему? Он мне пропускает как бы фильтр. Вот сейчас вы видите, нормальное письмо, да? И ответ мой будет нормальный. А дело в том, что я прошу тех, кто действительно достиг чего, чего-то понимать. Потому что звёзд этих эстрады и спортсменов поливают грязью. Даже не каждый десятый, а ещё не каждый третий. А представьте, как вам читать отзывы о себе любимых. Вот. Президента, премьер-министра, этих самых... Академик. Всех-всех-всех-всех. Дело в том, что вот эта вот возможность, что когда тихие шизофреники, а их 15 миллионов, когда они могут просто взять... Вот ком грязи. Помните, как фильм-то был, 33 зубы назывался? Вот. Там, где он кидал грязь в это... В этот... В памятник. Вот. Это ж для чего надо? Вот он кинул грязь и не пошёл на баррикады. Вот он раз, а-а-а, это самое... Напакостил. И у него на душе отлегло. Понимаете? Поэтому это... А здесь, просто чтобы вы понимали, часть писем приходит через та оценка, он является фильтром. Вот. Спасает меня, потому что я... Иногда такие бывают обидные письма, что... Думаешь, ну всё, это последний вебинар. Далее пойдём. Отвечаю на вопрос. Дело в том, что если отвечать нормально, 42 вебинара позади, надо или повторить с нуля. Я поэтому как отвечал? Это ж пойдёт официально, коротко, понятно. Вот. Не вникая уже в детали. Оморостойкости абрикоса. Сейчас центр абрикосоводства перевесился в Сибирь, где мы садоводовые любители выращиваем до 100-граммовые плоды. Сейчас я гадаю, я делаю, Тимофей. А, ну что, ушёл, ладно. Так. Второе. У вас более влажный климат, я рекомендую посадки на пологие холмы. Вот. То, что у меня не получается, возможно, она... Эта дама... Я же не видел ни одно дерево. Подробностей нет. Ну, не плодоносит, выживает. Вот. Я когда-то 35 лет назад посадил первые эти сливы в ямки. Всю жизнь они гнили, гнили, гнили. Я их только в этом году-то и выпилил. Ну, прожили долго, потому что у меня что? У меня... Вот пункт четвёртый. У меня плодоносит абрикос со всего мира, но в условиях малоснежности и мороза. То есть, что мы имеем? Слякоти меньше. А у вас слякоти больше, садим на холмы. Всё получается коротко. Вот. Гринственную почву в Мараховской я двое суток прожил на даче. Вот. И убедился, что там действительно абрикосам делать нечего. Но ещё не всё. Читаем дальше. Как бы я начал в Подмосковье? Посадил бы 50-100 костик из моего железного сада и просто ждал, не вмешивая жизнь саженцев. Только полив первый год и обкашивание... Кстати, надо его добавить по необходимости. Можно бы и не поливать. Вот как в этом году я ни разу не поливал, потому что у нас дожди буквально задавили. Тут наоборот всё ждёшь, будут гнить или нет. И так. Только полив первый год и обкашивание травы регулярно. Скошенная трава остаётся на месте. Запомните, друзья. Скошенная трава... Это ещё один будет мой постулат уже 200-й. Это плодородие почвы увеличивается, несмотря на те урожаи, которые я вам показывал, ещё покажу. Она ещё увеличивается. А рядом за забором, где для коров прямо в саду косят траву, там уже травы-то нету уже. Расти не хочет. Далее. И вот вам и ранние, и поздние абрикосы. И все никогда не падут под заморозки. Дело в том, что у меня всё перемешалось. Всё так перемешалось, что теперь уже невозможно определить. Остаётся только метод тыков. Вырастил и так далее, как увидел. Ранние ты или поздние. Вот и они 50-100 косточек. Это как минимум. Теперь. Главное. Именно отмена всех дебильных агроприёмов, ненужных, смертельных и каторжных. Помните первое письмо? Уже по меня процитировали. И есть гарантия развития абрикосов. Вы понимаете? Ничего не делайте. У меня, правда, на меня обижаются специалисты. Вроде бы в главном правы где-то там. Ну как это? Как это в саду ничего не делать? Я говорю три варианта. Делать с умом. Делать по науке. А мы с вами сейчас к этому подойдём. И вы увидите страшную картину. Мне придётся себя сдерживать, чтобы не материться. Страшную картину, да? Вот почему нет садов. А всё-таки средний вариант. То есть самый крутой вариант. Просто вот у вас пошли абрикосы в рост. Пошли. Но где-то в засуху полили, полили. Со 2-3 года у них же стержневой корень. А вы вырастили на месте. Он уже не нужен. Вот и всё. Вот я это коротко. Почему? Потому что не так-то просто всё ответить. Вот. Уже лучше я вам отменяю все агроприёмы. И тогда у вас уже шансы появляются не 5-6 лет, а уже хотя бы 20 лет. А там ещё какой климат. Климат-то раскачивается. Ладно. Идём дальше. И я туда в этот Троценко отправил от моей имени какой-то крутейший сайт. Вот эту фотографию. Ну, чтобы убедить, что я действительно... Вы знаете, учителя, которые не имеют ни одного дерева, они вырастили. Они размножились как тараканы. Они вылезли со всех щелей. Я вам покажу пример. Они вылезли со всех щелей. А вот такого практически нет. По-моему, меня не предполагает. ��겠습니다.